Итак, мы сегодня продолжаем разбираться с категориями прекрасного и возвышенного. И так как у нас уже не за горами зачет, он состоится 26 декабря, но за неделю до этого вам нужно прислать мне на почту вашу презентацию. Вот этот электронный адрес, можете списать или сфотографировать, как вам удобнее. И сейчас я вам приведу в качестве примера, как раз сделаю такую презентацию. Её я сделал специально для этой лекции, чтобы показать, как это должно выглядеть. Обязательно не забудьте подписать, кто вы, чтобы я не гадал по вашему адресу. И направляете PowerPoint и презентацию мне на электронный адрес. Как она должна выглядеть? Собственно, она вполне лаконична, времени она у вас займет на её создание немного, но по её лаконичной форме, в общем-то, всё будет понятно. Сразу же скажу, так как я буду давать до нашего зачёта вам как раз большое количество материалов на эти категории, в той или иной степени точное повторение из того, что я буду давать, невозможно для вашей презентации. А материал, который будет очень похож на тот, который я даю, ну, он будет, в общем-то, засчитываться, ну, на процентные котировки ваших баллов он будет влиять и в лучшую сторону, да? То есть, естественно, цель ваша показать, что вы можете оригинально сами подойти к каким-то произведениям искусства и оценить, что вот это-то точно соответствует категории прекрасного, а вот это-то точно категории возвышенного. Принимаются произведения искусства 20-го столетия, желательно, в соплеменных. Поехали. Архитектура. Вам не обязательно брать именно эти виды искусства, да? Пять любых видов искусства. Одно прекрасное, одно возвышенное. Кинематограф, поэзия, литература, драма, все что угодно, да? Абсолютно все что угодно, и это уже на ваш вкус, но их должно быть пять. И если вы приводите, допустим, в качестве аргумента стихи, да, это стихотворение, то вы их целиком приводите, вставляя их туда-туда. Так, я сегодня этого не сделал, ибо на проекторе это просто видно, да, мелко какие-то стихи. А, в общем-то, нужно будет именно так делать. Ну, вот вы здесь видите, на прекрасно, я предлагаю, Олла Сахарисона, здание Метрополитон-Оперы. Здание, на самом деле, по-своему, уникальное, ибо это достаточно редкий пример, когда в функционалистской такой архитектуре, архитектуре типичной для 20 века, той, которая называлась интернациональным стилем, появляются огромные арки. То есть, на самом деле, это не рабочие. И здание, по-своему, уникальное, оно симметричное, оно органичное, оно эстетически совершенно в своей лапидарности. Ну, Олла Сахарисон, в принципе, фигура весьма-весьма любопытная для американской архитектуры. Эта категория прекрасна, в чистом виде. Мы видим точные формы, и именно эти формы производят на нас эстетическое впечатление. Ну, в данном случае, эти массивные гигантские арки. В втором случае, это у нас Фрэнк Оуэн Герри, здание, которое, башня на Нижнем Манхэттене, которая называется часто Нью-Йорка Герри, здание, которое, в общем-то, вы видите, его форма дана фактически в динамике. Мы видим, как бы мущийся небоскреб. Совершенно уникальная постройка, совершенно потрясающая. И сами понимаете, что с разных ракурсов будет казаться, что она, если мы будем его обходить, что она действительно вижется. Что это не просто раз и навсегда запечатленное отпечаток нечто, вторгающееся в это здание, но это будет действительно дано в процессе, дано в динамике. К сожалению, не успеем точно на Герри лекцию выделить отдельную, но, вот, видите, есть весьма и весьма оригинальные решения в современной нам архитектуре. И Герри один из, наверное, более ярких представителей современной архитектуры на жизни. Следующее. Ну, допустим, романистика. Роман «Начало XX века» автора Мэйчена «Тайная слава» абсолютно точно идет по категории «Прекрасного». И совсем другой роман, да, Аллена Роприе «Проект революции в Нью-Йорке», пультовое сочинение XX века. Это роман без героя и без сюжета. То есть, понятно, что отсутствие формы, очерченной формы, к которой мы привыкли в жанре романа, оно здесь растворяется. Это и есть блистательная демонстрация именно категории «Возвышенного». Здесь это именно, где есть герой, у него есть своя история начала, своя история, где он прекращает свое существование. То есть, все отчаточено. Очень красиво, эстетично, великолепный перевод в данном случае, в данном издании как раз. Действительно, очень неплохой роман из, так скажем, того, что обычно не приводит в качестве основной литературы XX века. Его вы там не найдете. И тем не менее, это очень хорошее произведение. Это же абсолютная классика, но классика совсем у него рода, где само слово «классика» как-то не очень корректно должно показать. Хотя, это, конечно же, классика. А, живописное искусство. Ну, в данном случае Джорджа О'Кифф, выдающаяся художница XX столетия, Свет Ирисов. Мы видим цветок. Цветок увеличен в размерах. И именно изгибы этого цветка и вызывают у нас эстетическое чувство. Так же, как это было, допустим, с метрополитеноперой у Харриса. Цвет, свет, форма. И, в общем-то, вполне беспроблемный объект. Да, этот цветок. Понятно, что за этим стоит глубокий психологизм, но, тем не менее, ничего, что бы позволяло отнести к возвышенности, здесь нет. В то время как Джаспера Джонса «Штора. Тень» мы сегодня разберем эту картину подробно. Это один из главных шедевров XX века. Это возвышенное чистое. Почему вы убедитесь, что сегодня после моего анализа? Поэтому сейчас останавливаться на этом не буду. Но, думаю, очевидно, что здесь нету формы, ясной формы, как это говорит. Что касательно поэзии. Ну, я взял двух суперклассиков второй половины XX столетия. Она прекрасная. Даже не весь, наверное, цикл, а из этого цикла конкретно стихотворение Боярошникова и Ивана. Такое название есть и у отдельного стихотворения, и у циклов, которые он входит. Это Шейма Схинин, лауреат Нобелевки по литературе. Ну и второй автор, вовсе, надеюсь, не нуждается в представлении, это Сэнли Бэкетт. Стихотворение «По ту сторону». Ну, для Бэкетта, в принципе, характерна манера стирания. Да, стирания границ, стирания самого слова, причем в самой манере его произнесения. Совершенно уникально, да? Слово, по сути, может устраниться на ее себя. И музыка на XX столетие, вторую его половину. Ну, она прекрасная, отлично пойдет. Маленький триптик Сверидова, одно из самых известных сочинений для оркестра. Опять же, все четко, все очерчено, отсылки к басторальной традиции, то есть все ясно, понятно, да, глубоко с точки зрения психологизма, но, в общем-то, беспроблемно и не вызывает никакой тревоги, столь характерной для возвышенного. И, соответственно, возвышенная, мы опять же сегодня не остановимся на этом произведении, это 4.33 Джона Кейджа, пьеса, с которой, в общем-то, нет ни одного рома, ни борта. Да, она вообще не стучит. То есть это и есть чистое стирание. В общем-то, сегодня я, если мы успеем, разберу ее чуть подробнее, потому что обычно ее понимают не параллельно. Обычно ее понимают как омолчание, как пьеса, в которой нет звуков. На самом деле это не совсем так. Чистое молчание до этого уже многогранно предварялось. Это не оно. Ну вот, собственно, так у вас должна выглядеть презентация. Как вы видите, это, в принципе, несложно. Просто требует предварительной подготовки, которую мы в течение этого полугодия этим, собственно, занимаемся. А теперь перейдем к нашим основным вопросам. И если в прошлый раз я осветил историю становления прекрасного и возвышенного, то в этот раз я постараюсь показать вам, как в примеры прекрасного и возвышенного, на этот раз не в архитектуре, мы просто рассмотрели архитектуру и даже литературные произведения. А сейчас я бы хотел это сделать на примере искусства Жирис. Чтобы у вас было все-таки более целокупное представление, как эти категории представлены в искусстве. Для кого? Искать возвышенное в искусстве до XVIII века абсолютно бессмысленно. То есть его там установить можно только задним числом. То есть нам сейчас может казаться, что это возвышенное. Как вы помните, первые упоминания о бесформенном, о ужасе, доставляющем некое наслаждение, относятся к самым последним годам XVII века, и они были отнесены не в искусство, а к природным, к видам альфа. Первое определение, современное определение возвышенного относятся к середине XVIII века. Поэтому понятно, что до XVIII века выискать нельзя. Это будет то, что называется анахронизмом, когда он не в то время полезный. Дело в том, что если вы помните, то согласно Альберти, одному из ключевых идеологов Ренессанса, прекрасно не то, что красиво, а прекрасно то, что соразмерно, то, что пропорционально. А это значит, что прекрасное, в общем-то, так скажем, профанный взгляд не всегда сможет установить. Но для нас здесь важно нечто иное. А то, что все эти бесконечные усимновения в головы Иоанна Крестителя, мученичества святых, деяния, юдифи, отрезающие голову Алаферму и прочие библейские истории, которые представлены в живописи Европы в огромных количествах, тогда спокойно могли идти по категории прекрасного. Вот в чем дело. Потому что прекрасно не то, что красиво, а то, что соразмерно и то, что пропорционально, безупречно выполнено мастером. Вот что считалось прекрасным. Хотя, естественно, для нас сейчас изображение, там, где в Марии с младенцем, это одно, а юдифи, убивающие Алаферму, это другое. Но тогда это, в общем-то, могло считываться примерно одинаково. Не скажу, что по эмоциональному тонусу у нас попадало в одну и ту же эстетическую категорию прекрасного. Картина оценивалась по степени ее совершенства и по степени ее пропорциональности, да? Насколько здорово выстроил композицию художник. Вот в чем театр. Соответственно, до берговско-хантовской концепции возвышенного, разделения возвышенного и прекрасного, искать в искусстве возвышенное бессмысленно. Я бы даже сказал, что возвышенное появляется в конце только XVIII века. И первый, наверное, наиболее блистательный пример, пример такой, очевидный, это творчество Горьи. Первый его период, то есть период условно-классицитский, это, конечно же, прекрасное. Вы все эти картины знаете. Они в больших количествах имеются. У него возвышенное Жиголье представлено последними его черными картинами. Знаменитые черные картины, относящиеся уже к XIX веку. И я две из них приведу в качестве примера. На мой взгляд, это эталонные образцы возвышенного, впервые себя проявившего в искусстве, в столь весомой манере. Ну, колосс, допустим. Если применить к анализу этой картины Кантовский аппарат, то можно сказать, что здесь представлено объединение математического и динамического возвышенного. Мы видим совершенно огромную фигуру гиганта. Сама по себе она, ввиду ее отношения к людям, и представляет собой математическое возвышенное, то есть она грандиозна. И помимо этого, она дана в динамике. Это колоссальная сила. В данном случае, простите за тавтологию, да, колоссальная сила колосса. И что есть этот колосс? В данном случае не нужно думать, что Гой решил побаловаться мифом. Но, в общем-то, мифами в Бой я особенно не пробавлялся. Это, конечно же, та сила, которая управляет нами и управляет нами, в общем-то, и по сей день. Что это? Это может быть колосс гнева. Это может быть колосс патриотического фанатизма. И так далее. То есть таких колоссов не из числа, и в них очень-очень легко попасться. Есть колоссы, которые выглядят и немножко посимпатичнее, да, по типу того, что Лакан называл латузой в качестве продукта истины. Да, когда человек, попадая в определенную модель высказывания, речь у него начинает сразу литься красиво, пластично. И он, в общем-то, вокруг уже сформировавшегося и замкнутого корпуса знания, вот так плавает, 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 плавает. Оно тоже представляет собой гигантского колосса. Речь, в данном случае, льется плавно, замечательно, но ни к чему привести не может. Да, она обращается вокруг самой себя. Это тоже колосс. И вполне возможно, что к этому колоссу подобного колосса тоже можно отнести. Если вы посмотрите такую киноленту у Милоша Формана, как приз в Кигои, то, в общем-то, таких колоссов вы там насчитаете немало. Хотя кинолента – это реалистично. Вообще, один из блистательных примеров фильмов о деятелях искусства. Следующая работа Гурии, возможно, еще более радикально решает проблему возвышенного, это Сатурн, пожирающий своего сына. В данном случае, это, прежде всего, конечно, динамическое возвышенное, да, это страх смерти, страх этой совершенно ужасной силы. Хотя, отчасти, можно говорить о математическом возвышенном, ибо здесь мы тоже видим, насколько этот Сатурн крупнее, да, фигуры, которые он пожирает. Чем эта картина принципиально отличается от той? Обратите внимание, здесь бесформенно не только изувеченное тело жертвы, да, но и сам Сатурн бесформен, да. Он представляет собой некую аморфную массу. Это своего рода энтропия, да, бесформенность, которой в итоге приходит всякая форма. Это очень глубокий образ переосмысления смерти. Не просто смерть, как некий конец, предел. Вот это, в общем-то, достаточно богатый. Это вот она. То, к чему все, в общем-то, стремится, контропия. И в таком случае возвышенное здесь представляется не только как угорющее, как в случае с колоссом, но здесь возвышенное представлено и как бесформенное. бесформенное, о чем, о чем настаивал, в частности, Бёрк. Бёрканская концепция о том, что прекрасное, прекрасное любование формой, да, возвышенное может быть без формы. Наиболее ясно, наиболее четко, бесформенное, возвышенное, лучше всех и раньше всех претворил в своих работах такой художник, как Уильям Тёрнер. Обратите внимание, это еще первая половина 19-го столетия, фактически это уже абстрактная живопись. Что здесь мы видим? Словода некая воронка ликов, душ, красок. Неважно, на самом деле, что изображено, непонятно, что изображено. Важно то, что оно динамично, и оно не имеет постоянной зафиксированной формы. Это некий вихрь. И в этом смысле это эталонно воплощает динамическую форму возвышенного. Или вот такая работа его. Наверное, одна из самых прекрасных. Дождь, пах и скорость. Словно-четвертый год. Здесь представлено возвышенное, сделанное руками человека. Это поезд, как превозможение скоростей, которые были до этого допустимы в человеческом обществе, и как превозможение тех сил, которыми человек апеллировал до появления паровой машины. На самом деле, с поездами много, что можно связать. И, в частности, о поездах очень много писал такой писатель, как Стефан Горобинский. Совершенно уникальная фигура. Мы о нем поговорим на одном из следующих занятий. В связи с категорией фантастического. В частности, советую прочесть хотя бы один его рассказ «Чумазлай». Он есть в сети, он маленький совсем. Это всего несколько страниц текста. И вы поймете, с одной стороны, как принимались поезда в ту далекую от нас эпоху. А во-вторых, в общем-то, это один из эталонных примеров категории фантастического, о которой мы будем говорить в ближайшее время. Его иногда переводим как «Кочегал» этот рассказ, но, в общем-то, лучше сохранить оригинальное название. Именно о чем «Чумазлай». Потому что речь идет не о «Чумазлай». И еще один пример из Тернера. Следующий уже, 45-й год. Это «Восход с морскими чудовищами». В данном случае речь идет об эстетизации уродливого. Это очень красивая картина. Она вся залита светом. Она буквально сияет изнутри, и при этом на ней изображено нечто бесформенно ужасное. Ну, это монстр. Это Левиафан. И в данном случае речь идет о каком-то инаковом взгляде на мир. Это может быть мир сновидения, но это может быть и мир глазами божества или, напротив, глазами Люцифера, который, в общем-то, дословно так и переводится, как «несущий свет». Картина буквально вся сияет изнутри. Мало удавалось художникам воплотить сияние изнутри света картины. Но Клод Лорен этим промышлял. Здесь же это представлено, в отличие от Лорена, который, в общем-то, в фигуративной живописи работал, в живописи, по сути, практически абстрактной. Это бесформенное. Это бесформенное в чистом виде. Оно в равной степени ужасающе и прекрасно. Художник, конечно, абсолютно уникальный, потому что, представьте, если вам покажут такую работу, и вы никогда не сталкивались с Тернером, маловероятно, что вы предположите, что он жил в первой половине девятнадцатого столетия. Что касается века двадцатого, то в нем появляются новые формы возвышенного, новые формы превозможения искусства. И одним из ключевых здесь художников я бы назвал Джексона Поллока. Совершенно уникальная фигура. Человек, который выводит искусство живописи на принципиально новый уровень. Живопись Поллока фиксирует сам процесс ее создания. Она выходит за пределы возможного. А значит, это тоже возвышенно. Хотя и несколько внуков. До Поллока, как вы сами отлично понимаете, любая картина демонстрировала нам окончательный результат. Процесс был неважен, и процесс по ней прочесть было нельзя. Мы не знали. Сначала он написал лицо художник, потом он написал собачку внизу картину, а потом все остальное. Порядок его работы мог быть зачастую случайно. Мог писать картину в любом порядке. Поллок же создает свою картину таким образом, что сам процесс становится тем действием, которое зафиксировано на полотне. То есть, эти картины можно отмотать назад. Можно точно воскресить, в каком порядке они создавались. Более того, есть даже целый ряд инсталляций, в которых сначала появляется чистый холст, и потом на них постепенно рождаются линии за линией картины Поллока, потому что воскресить это возможно. Благодаря изобретенной им уникальной новой технике. Эта техника брызгания краской, палочкой или кистью на лежащий холст на полу. Очень многие считают, что в данном случае это абсолютно случайная живопись, это не имеет никакого отношения к искусству, а это опровергнуть очень просто. Это как раз искусство по преимуществу. Дело в том, что, допустим, что делает в данном случае художник? Неужели вы думаете, что художник, например, не контролирует свой жест? Естественно, он его контролирует. На этом случае это, по большому счету, это искусство живописи, соединенное с искусством валета. Навряд ли кому-то придет в голову, что валерун просто как жук, в которого ученые втыкают угол, просто дергается, да, по принципу условных рефлексов, да, инстинктов. Нет, естественно, это все продумано и отработано. И здесь художник действительно наносит эти линии, наносит их в совершенно определенном порядке. Их нельзя нанести вот эту раньше, а потом другую. Боже это все будет оставаться на картине, и картина фиксирует сам процесс ее создания. То есть, конечный результат уникален тем, что это не просто фантастически красиво, а картина Поллока фантастически красивая. Это уникально еще тем, что мы видим, в каком порядке это создавалось. То, чего никогда в истории живописи не существовало, и по большому счету никто просто его повторить и не смог. Хотя в этой технике так работали многие. Второе доказательство. Дело в том, что Поллок работал в своем доме в загородном на полу, и естественно, когда он бросает эти линии краски, а вы видите здесь, что он это делает далеко не всегда императивным жестом, это иногда медленное поливание, вполне контролируемое, в каком-то смысле даже непрофессионалом. Я не говорю о том, что непрофессионал сделать едию такую, не сделает полную. Ну, в общем-то, контролировать медленно льющуюся краску не так-то сложно. Да как вот, краски, когда он делал императивный жест, часто вылетали за пределы холста. Так это подразумевалось, да? Некий выход за. Так вот, если вы посмотрите на картины Поллока, это абсолютные шедевры, это совершенно гениальная живопись. Если вы посмотрите на пол в его домике, где он это все делал, да, где в случайном порядке вокруг холста краска вылетала, в общем-то, уже бесконтрольная, то, в общем-то, это обычная малярная мастерская. То есть, если одно сравнить с другим, вы поймете, что вот это так контролировалось, а вот это действительно случайно. Пол в его домике живописным произведением не является ни разу. В то время как его картины являются действительно абсолютно шедеврами и вполне правомочно занимают одну из самых пиковых ценовых котировок в истории живописи. Ну, это очень, конечно, что есть. Ну, вот одна из его работ, 52-го года, конвергенция, да, в данном случае конвергенция – это процесс сближения. Поллок удается произвести действительно сближение, сближение его творческого процесса с нами, находящимися от него на расстоянии более чем полусотни лет, а тем не менее, мы сопричастны к процессу создания этого полотна. Это абсолютно уникально. То есть, мы можем видеть, как оно создавалось, чего мы не могли видеть никогда до этого. То есть, искусство живописи перестает быть искусством зафиксированного момента, является искусством зафиксированного достаточно длительного процесса. Уж сколько он нарисовал, да, сколько писалась эта картина, известно только автору. Как вы видите, здесь огромное количество нанесенных линий. Оно просто колоссально. И тем не менее, теперь можно отмотать, отыграть глаза. Если будет интерес, то вы можете приискать в интернет-сети. Есть весьма любопытные инсталляции, в которых эти картины как близнечего рождаются. Линия за линией они наносятся на чистый волк. Второй же художник, который тоже смог превозмочь саму природу живописи как каковой, и этим, естественно, все его творчество идет по категории воздушного, был выходцем из царской России. Его звали Марк Ротко. Так же, как и полок. Это один из самых крупных живописцев 20-го столетия. Но его конечный результат несколько иной. Если полоку удается зафиксировать в картине процесс его создания, то Ротко удается оживить саму картину. Это движущиеся картины. При том, что он работает просто с обычной краской и просто с обычным холстом. Там еще речи не шла даже о мультимедиа. Хотя в каком-то смысле это мультимедиа уже искусство. Амор движется. Для этого ему приходится пользоваться всем аксиналом живописной техники. Ротко – это в полном смысле слова мастер кисти уровня Леонарда и Виллинии. Только этим двум художникам удавалась такая техника люсировки, как он владел Ротко. И что есть эта самая люсировка? И что за картина? Картины его огромные. Он их дел создавал следующим образом. Маленькой-маленькой кисточкой. Такие картины писались не малярной кистью. Маленькой-маленькой кисточкой. Слой за слоем наносятся маленькие мазки полупрозрачной краски. В итоге происходит следующее. Так как эта краска застывает и она полупрозрачна, когда мы смотрим на эти цветовые пятна, где бы мы ни стояли, даже не обязательно ходить, у нас глаза-то все время биближают, мы это знаем. Долго начинаете на нее смотреть и она начинает оживать. У вас зрение все время начинает попадать на разные слои. И она начинает вибрировать. В полном смысле этого слова. Это самое сильное впечатление от живописи, которую я видел вживую вообще, в принципе. Благо дела, относительно недавно в Москву привозили большой блок очень важных картин Ротко. и я пришел на эту выставку к ее открытию и ушел, когда меня, в общем-то, она попросила. А там было всего картин 12. То есть самое-то забавное, то есть у меня не было сверхзадачи постоять и ездить и смотреть на эту картину. Время исчезло. То есть я не заметил, как она прошла. Там не было сканей, чтобы посидеть. Там не было феата, понимаете. Я говорю, это впечатление абсолютно фантастическое. Живое, это действительно выход за пределы полный. Вот это искусство возвышенного в его, наверное, высшей анифестации. В общем-то, как вы понимаете, на компьютере всей прелести увидеть невозможно. Невозможно увидеть, к сожалению, даже на видеозаписи этих картин, но огромные полотна вы видели за спиной художника, какие они по размеру, создаются маленькой, маленькой красой, маленькой кистью и это не однотонная краска. Это краска все время чуть-чуть разного оттенка. Она ложена большим количеством полупрозрачным слоем. Естественно, такая картина создавалась в течение миллиард часов. миллиард большого количества часов. Ну вот, вы видите, тоже по соотношению, по пропорции с человеком, это очень большие работы. И это живопись по преимуществу. Если основным эффектом воздействия живописи на нас является именно цвет, то это оживший цвет. И это, конечно, уникально, абсолютно. Следующая форма, как возвышенная представлена в искусстве XX века, это концептуальное искусство. Концептуальное искусство по преимуществу, конечно же, относится к категории возвышенного, так как оно не представлено полностью в самой форме объекта. Тот концепт, который прилагается к объекту, тот концепт, который мы должны с него считать и является по большому счету собственным произведением, а не то, что выставлено. Поэтому он выходит за пределы формальных ограничений представленного в общем-то авт-объекта. Я покажу только один и нет, покажи-тренера, просто они сильно разные, и один из них принадлежит Роберт Роберт Раушенберг – это четвертый рисунок вельема документа работы 1953-го года. Понятно, если мы видели это в качестве просто чистого холста, то конечно, можно было бы это прочесть по-возвышенному, но можно было бы и в принципе не относить к произведению искусства. Здесь же огромным является. Роберт Раушенберг купил вельем ладо-кунинга картину и аккуратненько аккуратненько ее свел, стер с холста. И выставил в картинной галерее вот этот чистый холст, который не является просто чистым холстом. Он является отсутствием нарисованной там картины вельем ладо-кунинга одного из крупнейших художников хранительской школы. В данном случае это и есть одна из форм того самого следа, который мы с вами проходили. Это чистая форма фиксации отсутствия. Сам по себе холст, на котором ничего не нарисовано, не является отсутствием. Он является потенциальностью. А это как раз глухая, полностью закрытая, загерметизированная форма отсутствия. Это не потенциальность. Это как раз исчезнувшая картина Ильема де Кулента. То есть раньше на самом деле примеры исчезновения живописи до миллиона. Кридосикстинскую капеллу заказали Леонардо господине Леонардо Рафаэлью и Микеланджело расписывать. Естественно там сбивались картины фрески предшествующих мастеров предшествующей эпохи. Это тоже были очень крупные мастера, которые до нас естественно не дожили. То есть там была замена одного другим. То же самое мы знаем что каждая эпоха предшествующая последующая отрицает предшествующих. Там романтизм отрицал статику классицизм и так далее. Там это было выражено в виде отрицания. То есть попытка заместить в картинных галереях новыми картинами, заместить в концертных залах новой музыкой и так далее. Здесь же речь идет о демонстрации отсутствия. Он не замещает это ничем. Он фиксирует акт стирания. Это на самом деле абсолютно уникально и в какой-то степени соотносится с созданной наруш ранее музыкальной пьесой Джона Кейджа 4.23. На самом деле я не случайно заговорил о Джоне Кейдже. Дело в том, что и Роберт Раушенберг, и Джон Кейдж работали в труппе Мерса Каннингема. Это основатель постпатринистского балета. Одна из таких крупнейших фигур авангардного балета, не классического балета. И Раушенберг оформлял эти спектакли, постановки у Каннингема. А Кейдж соответственно создавал музыку для этих постановок. поэтому они были очень хорошо знакомы. В 52-м году Джон Кейдж создает свою композицию 4.23, которую превратно понимают тоже как факт молчания. Это пьеса, которая длится 4 минуты 33 секунды, она написана в трех частях, то есть она имеет чистый лист бумаги, на котором ей указано, что три части есть, и в общем-то в течение 4 минуты 33 секунды не звучит ничего. Многие это понимают как акт молчания. Хотя на самом деле интерпретировать это так нельзя, потому что молчаливые партитуры до этого уже использовались. Они возникали в 19-м веке, потом такой художник как Казимир Малевич, автор знаменитого Черного квадрата, также предлагал свою роду музыкальную версию Черного квадрата, он говорил, что цель музыки это безмолвие. Черный квадрат можно исполнить на любом музыкальном инструменте, просто не играем в нем. В случае с Кейджем совершенно иная форма. Дело в том, что Кейдж не пишет о том, что не должно производиться никаких звуков. Он говорит о том, что звуками этой пьесы являются те звуки, которые непроизвольно будут возникать в зале при ее исполнении. То есть например бурное негодование публики или неожиданно за окнами зазвучавшая сигнализация автомобиля, как я присутствовал на одном из исполнений там вот именно так. Вот. То есть это и является фактом музыкального произведения. То есть он устанавливает только рамку. Он демонстрирует то, что именно акт этой рамки строго лимитированный границами ну кейджи это 433 не случайно такое название и является ну там в случае музыкальным а в принципе произведением искусства в принципе. Что делает означающее как таковое? любое слово если совсем упрощать, хотя означающее не совсем слово, оно отделяет это слово от всех и прочих. Означающее само по себе я уже разбирал этот пример да, с богатым и бедным то есть замок по себе богатый и бедный и к ней назновает ничего но богатым отделяет нас от бедного бедável от богатого то есть это рамочка отделяющая одно от другого вот что делает означающее то же самое делает произведения искусства это рамка которая позволяет отделить произведение искусства от нерв это рамка устанавливается джона кейджем future временных границ то есть 423 это естественно тоже искусство возвышенного в чистой то есть с одной стороны форму безусловно именно ее констатирует но это сама по себе форма абсолютно оказывается алинаторно абсолютно случайно ибо в зале могут возникнуть когда мы наконец-то погружаемся в молчание звуки от случайно поскрипывающих стульев поскрипывающего паркета любые до неожиданно сработавшие рядом сирены сигнализации или чего-то не будущее и другой пример концептуализма из области искусства готова можно будет назвать живописным хотя это уже не совсем это знаменитый один и три стула джозефа кошута кошут наш современник и в данном случае это произведение которое представлено в виде подлинного стула его фото копии его описание данном случае завете это не трептих это тот случай когда произведение искусства не представлено в виде единства это единство образуется только у нас в голове это вынесение произведение искусства за его формальные границы естественно это тоже возвышенное на случай это манифест концептуализма то что искусство он искусство не в объекте и естественно данном случае даже несмотря на то что этот стул в общем-то вполне эстетично корректен да он не безобразен тем не менее пойдет у нас исключительно по возвышению можно было даже самый-самый прекрасный стул на свете поставить и все равно бы это пошло по возвышению ибо эти текст фотокопия и собственно арт объект они не смыгаются в поедине оно с неизбежностью отсылает к чему-то четвертому чем не является сознание воспринимающих где еще представлено возвышенное возвышенное можно найти например во многих образцов такого направления второй половине двадцатого столетия как попал частности это войти охал одна из самых известных один из самых дорогих известных циклов вымирающие виды вот как-то так это по соотношению с человеком они крупные восемь третьего года работа работа с детективной историей ее похищения и последующие возвращения но остановимся хотя бы на одной из них там это не одна сверушка да их десять шелкографий шелкография это у нас трафаретная печать которые изображают редкие вымирающие виды животных один из самых гуманистических циклов у охала обычно охала отождествляют с низверганием всех традиций здесь в общем тому что-то это прямо противоположное виды однако техника охала здесь сохраняется в полном объяве здесь за основу взяты фотографии этих животных посредством трафаретной печати они запечатлены на картинок после чего охал раскрашивает эти шелкографии во первых очень дикий яркий тонат а то есть что самое важное все вот эти линии не точно соответствуют аналогичным там усам носу глазам животного а смещены все время в разные стороны что это в общем то нам дает а много для интерпретации очень много здесь изображен опять же тот же самый дивидианский свет это отсутствие животного это животное от которого фотография что такое это реальный образ это образ взятый с настоящего существующего зверя это образ оставшийся в нашей фантазии он размывается он исчезает буквально у нас на глазах то есть фотография смывается самим актом прорисовывание ее по полотну вот в чем дело то есть мы едем и за картиной охала мы уже фактически не можем разглядеть остатки то есть то что было воспроизведено в качестве фото действительно вымирающие животные в полном смысле этого слова и вот этот ужасающий акт исчезновение буквально на наших глазах усилен тем что все эти животные представлены виде портрета это портретный жанр мы привыкли что анималисты изображают зверя чаще всего все-таки целиком а здесь большинство этих портретов зверей пишем о именно в портретном жанре это тоже уникально это миф это легенда это кто-то зверушка который мы можем посмотреть по тиви но в общем-то это не реальный зверь реальный зверь уже исчезает исчезает и наконец мы подобрались собственно к джасперу джонсу в картине штора тень вот так выглядит по соотношению с человеком то есть она не очень большая и здесь просто очень хорошо видно то что на самом деле это не совсем картина то есть там есть холст на который прикреплено обычная рулонная штора которая и расписано вот ее окончание а вот окончание холста я позволю себе зачитать фрагмент из своей книги где дам анализ этого произведения и вам не кажется что я нам это высказал достаточно лаконично и наиболее точно эта картина называется штора тень картина представляет собой настоящую расписанную красками рулонную штору которая закрывает большую часть холста на первый взгляд кажется идея полотна очевидна грязная штора скрывает от нас подлинную реальность то что должно было бы быть видно на холсте за шторой но на самом деле работа джонса значительно глубже если присмотреться к краям холста которые свободны от шторы то можно обнаружить что штора ничего не скрывает от нас так как на холсте изображено то же самое картина штора тень воплощает собой с одной стороны идеальную критику абскурантизма с другой же учит нас расставаться с иллюзиями или то что есть настоящий абскурантизм это не сокрытие чего-либо но напротив возникновение иллюзии того что от нас что-то скрывали там где скрывать просто ничего сюда можно отнести все современные мифы о немоверных ресурсах человеческого разума о том что миром правят иллюминаты и прочие сказки про жена масонский заговор мировое правительство и так далее человек сам рад вывесить перед собой штору иллюзии рад верить даже в то что мир страшные и неведомому силы сознательно ведут к разрушению лишь бы не видеть что скрывать просто ничего и никто ничего не скрывает человек отказывается верить что не на них не внизу никто не знает что происходит и никто этих процессов не контролирует потому что никто не знает как их страшные мифы азарова и лжи правительства красивые мифы а сказочных богатств бесконечных ресурсов человеческого мозга это всего лишь волная штора которая прячет от нас самое страшное реальное то что нельзя переварить или усвоить горькую правду свидетельствующую что лишь видимая и переживаемая нами и есть наша жизнь и ничего другого у нас нет и навряд ли будет популярные киноленты в логике области тьмы иллюзии выражают общераспространенный миф о том что мы используем лишь часть своего мозга однако изыскание ведущего специалиста в области философии создания дэниэла дэннета свидетельствует об обратном мы используем наш мозг ровно настолько насколько это возможно никаким боковым зрением мы не замечаем все многообразие мира вокруг нас и практически ничего не помним из того что сознательно не запоминали то что некая великая тайна сокрыта в нас это лишь миф тайны нет за шторой тоже самое что и на самой шторе они они полностью используемом человеке мозги созданы именно этим самым человеческим мозгом который как это не печально использовался для этого на все сто процентов соответственно абсолютно уникальная картина абсолютно уникальная полотно как и большинство работ джонса джонс наш современник художник в том числе 21 века и безусловно эта картина относится к категории возвышенного и еще один наш современник это ансен кифер да в случае это огромная как вы видите картина но большой железный флор германии ну мало того что но ничего даже скажем так не понимая из того что изображено на картине я имею ввиду смысле фигуры здесь нет отчерченной формы это и так бы отнесло ее к возвышенному но это и не совсем картина кифер работает всегда с столь большим количеством краски что они становятся действительно объемные вот мое фото картины сбок не знаю насколько вам видно если вот так поверну может быть видно чуть лучше это прямо куски краски пласты краски которые тоже создают своего рода иллюзию движущегося полотна потому что эта краска насколько объемно положено что он уже начинает элементарно образовать с разных ракурсов она конечно выглядит по разному и еще один художник второй половине двадцатого столетия это сделка в данном случае мы имеем не просто выходящие за всяческие пределы буйство цвета красок но это еще и перевернутый мир для больница характерина именно перевернутый мир на этой картине вы видите бутылку она вообще стоит на самом деле на столе вполне нормально а здесь вы видите орла сидящего но для этого придется картину перевернуть чтобы его действительно увидели это огромные работы они очень агрессивные они буквально вырываются за пределы холста и конечно это тоже образец возвышенного искусства что касательно прекрасно на самом деле могла сложиться у вас превратное представление что прекрасное неожиданно исчезло нет его полно его очень много я просто акцентировал свое внимание а именно на работах возвышенного что касательно прекрасного он он но базилить еще до поближе и поехали по прекрасному он конец девятнадцатого века частности работа ван гога ночная терраса кафе в россии вы все знаете шишек мишкина и мишек шишкина да там очень много без такая очень яркая очень эффектная беспроблемная живопись где природа изображается и дели это некая четкие контуры четкие границы да и по большому счету все реалистическое направление в российском искусстве в большинстве своем тоже можно отнести прекрасно еще один художник его тоже конец девятнадцатого века пульте за несмотря на его революционные также как и гогеновские новшества живописном искусстве тем не менее большая часть работ идет по категории прекрасно ибо мы наслаждаемся эстетикой формы здесь это преслабутая гора святой виктории кое-то вдохновлял живописца что касательно искусства двадцатого века то хотел бы иллюстрировать несколько так скажем отчасти необычных примеров и первый чтобы предотвратить вашу ошибку это будет мандриан дело в том что очень многие считают что все абстрактное искусство идет по категории возвышенного не разу понимаете что производит нас на нас столь сильное впечатление в работах мандриана почему это величайший художник потому что он вообще по большому счету пользуется отношением к искусству еще и бертийский это формы и простейшие цвета да три основных цвета которые используются им именно в выделенных пропорциях мы получаем эстетическое наслаждение от цвета очерченные формы представлены в идеальной пропорции это прекрасное в чистом мире здесь возвышенного не разу нет в то время как красный квадрат малевича безусловно будет по возвышенному это совсем разные посыл и действует на нас на самом деле это искусство по разному если хоть немножко обладать саморефлексией то в общем то вы это заметите когда вы смотрите на мандриана и когда вы смотрите на малевича воспринимаете совершенно по разному ничего общего этих картинок нет другое же искусство искусство прекрасного это наш современник это ральф боингс это один из лидеров фотореализма это тоже искусство прекрасного в данном случае помните кант писал о том что прекрасно когда изображается некая в общем-то замечательно но отсутствующая вещь если бы просто пришли в эту столовую то в общем то ничего в этом прекрасного не было если мы были голодные и так хорошо готовили этого кант назвал приятно это было приятно а здесь речь идет о опыте прекрасно как работают художники фотореалисты любопытно но их техника очень похоже на уахровскую хотя результат прям противоположен они берут фотографии то есть они находят идеальный кадр то есть понятно что фотосниму книжек да то есть они находят ракурс они делают фотокадр с помощью проектора вот как мы сейчас транслируют этот фотокадр на холст и полностью размечают холд после этого создается картина но в этой картине многие моменты утрируются утрируются таким образом что если сопоставить картины фотореалистов и с фотографией которая для них использовалась более реалистично кажется картина дело в том что наше зрение и то как воспринимает мир объектив фотоаппарата в общем то понятно что не различен фотоаппарата элементарно баке есть и так далее многие вещи которые специфичны для оптики да и самое главное что фотоаппарат пользуются стеклом все таки навряд ли кто-то будет ставить в фотоаппарат дорогущие линзы из горного хрусталя которые используются для космической техники понятно что там будет светоподпускаемый совсем у ногу толка но представляю сколько эта техника будет стоить но самое главное даже не это а то что мы воспринимаем мир так скажем акцентируя какие-то отдельные моменты почему потому что наш взгляд не фиксирует все сразу же он по нему бегает и остановленный момент это момент концентрации на какой-то маленькой крошечной точке которая должна быть более реалистично чем все окружающие этого и добиваются художники фотореалисты или гипогриалисты как их называют еще но смысл не в том не в той сложной технологии которую я описал не в том уникальном эффекте даже который они производят а в том что воздействуют они на нас а именно по принципу который типичен для прекрасного это исчезновение то есть не исчезновение а демонстрация в общем-то отсутствующего объекта он кажется таким замечательным таким более даже чудесным чем он был на самом деле это не очень большие картины вот одна из самых известных его работ вы видите насколько детально прописано отражение она усиленно а на фотоснимке такого не будет в то время как задний план чуть-чуть замазан как будто бы человек чуть-чуть близорубий эффект от таких картин живую совершенно потрясающе потому что они более реалистичны чем фото и повторюсь тем не менее это просто категория прекрасного потому что здесь нет ничего выходящего за пределы эстетизации формы я даже сказал здесь эстетизация формы доходит до ее пика это чистое наслаждение формы это чистое любование вещью то любование именно эстетическое которое невозможно даже от самой вещи вот в чем дело то есть мы возьмем придем в эту самую закусочную то в общем то будет эффективное торговлю вот в чем дело и наконец возможно самое важное это смежные примеры примеры пересечения возвышенного и прекрасного примеры привожу случайные совершенно так же как и здесь это не есть самое высшее достижение это искусство я просто хочу продемонстрировать на отдельных отдельно взятых точках так вот отличным примером пересечения между прекрасным и возвышенным является работа которая название не имеет как у большинства работ современных художников Жанна Ива Ланглуа это наш современник он 46 года рождения смотрите что из себя представляет эта работа она не только живописно здесь есть и калаш да вот этот круг наклеенный поверх полотна основного безусловно идеально четко очерчен он демонстрирует четкий контур и четкую форму и как совершенная конструкция доставляет эстетическое наслаждение просто самим своим цветом формой то есть это идет по прекрасному но здесь мы видим абсолютно такой же круг который уже нарисован и который растворяется он как бы не отчеркчен до конца и вся работа обыгрывает с одной стороны зримую форму цвет с другой стороны их переход в свою противоположную в отсутствие форму и в отсутствие цвета в чистую горизону работа очень большая очень крупная это музей Рюдвига видно вот коллекционерами современного искусства но вот это как раз пример пересечения прекрасного и возвышенного то есть здесь как бы пополам я бы так сказал да часть этой работы играет с одной формой нашего восприятия ее а часть с другой и тем не менее они сливаются вопро произведение вот в чем им нравится а другой пример несколько иной обыгранности перехода между прекрасным и возвышенным это опять Адзенкифер которого многие называют самым крупным ныне живущим художником если вы присмотритесь к этому полотну к первому его плану то в общем-то это красивейшая пулемаха безумно эстетично решено просто потрясающе по игре цвета тона очень нежного военно трепещущего но если вы посмотрите чуть чуть дальше и присмотритесь окажется что вот здесь написан текст тот самый который вы видите в названии карте это цитата из Виктора Гюго которая является устойчивым выражением обозначающим полный граф паровал и в данном случае естественно имеется ввиду паровал самой категории прекрасного почему то есть прекрасное после разделения акта и содержания высказывания невозможно то есть мы смотрим и в какой-то момент мы понимаем что мы смотрим как мы смотрим все мы переключаемся в иную модальность восприятеля из модальности чистого созерцания которая есть типично для прекрасного мы переходимся в модальность рефлексии чистого созерцания которая характерна для разрешения в данном случае картина демонстрирует именно вот это разделение между интенцией художника стремящегося к прекрасному и по большому счету той интенцией с которой будет направлено восприятие публики на его работу это редкий пример у Кефера когда картина действительно играет по крайней мере с их категории прекрасного обычная вещь я показал что для Кефера вот такие тонкие нежные тона нетипично обычно возображает всякие ужасы а в абстрактной форме ужас войны человек который родился в стране которая называлась Плитерых и кстати не боится именно так и писать это не значит что он нацист он антинацист но это человек который не боится и не хочет сбежать от своего округа родился он в государстве которого называлось Плитерых и последняя фигура которую мы сегодня рассмотрим это тоже наш современник тоже абсолютно уникальный художник отчасти в начальный период своего творчества соприкасавшийся с его актом один из тех кто входит в костяк первых деятелей поп-арта его звали зовут Уэль Тимо он создает совершенно уникальный урбанистический пейзаж просто завораживающий своей красотой это в полном смысле остановившееся время но вот только если приглядеться то прекрасное опять же начинает подвергаться сомнению если задуматься то заметьте вот это магистраль которая у него всегда изображается вертикально и магистраль изображается таким же образом как небоскрилл на что это может указывать если они приравниваются если они нам показаны как две тождественные величины с одной стороны на тотальную остановку то есть вот это время где машины должны с этой годы просто нестись на нереальной скорости там в данном случае скорость будет выше скорее если ехать на нейтралке и здесь речь идет о здании которое строится на века это свой родной фиксация постисторического времени времени которое остановилось как сказано у Иоанна и времени больше не будет время остановилось с другой же стороны если мы отождествляем небоскреб и улицу и в данном случае считываем улицу как манифестацию скорости то есть акцент переносим с небоскребом на шоссе то эта картина фиксирует тотальное разрушение это триумф смерти по сути потому что небоскреб получается столь же кратковременный его срок как срок спуска этого автомобиля по шоссе все неизбежно изменяется скорости фантастические и эта картина демонстрирует совершенно уникальный пример пересечения и фактически слияние воедино запредельное ускорение с запредельным замедлением у Бадрияра в одной из его работ есть весьма любопытная мысль о том что люди все время задаются вопросом как превысить скорость света это больше всего интересует фантастику научную и ненаучную в еще большей степени он же говорит что меня интересует то если скорость света окажется более медленной представьте себе в какой мир мы попадем если мы будем всегда видеть только прошлое мы же видим отражение если мы будем видеть каждый предмет тогда когда трех уже на этом месте может не быть в данном случае обыгрывается вот эта идея предельного изменения реальности как с сверхускоренным временем так и с временем сверхзаведленным типа таких картин масс здесь вы видите городские постройки в данном случае мы их видим только тень этих небоскребов это есть тень тотального движения огромного шоссе причем именно скоростного шоссе на котором небоскребы отражаются просто как тень мы даже не знаем есть они или нет если столь высока скорость если скорость равна картина фиксирует скорость там отсчитываю в веках то вполне возможно что у них остается только тень цвет да ничего такого у них уже нет их еще не возвели и они уже сейчас и самое забавное это вот эта картина вид из апартаментов первый план этой картины безусловно прекрасная в чистом виде и там все то же самое тени от домов сверхскоростное движение которое показывает что оно стало для нас чем-то опытным вот в чем дело здесь ничего то есть там можно было подумать что это какое-то апокалиптическое видение что это некая предельная точка а-ля батай или бланшот некий бросок в сверхскорость а здесь мы видим что ничего подобного здесь вполне приготовлен приличный такой обед или ужин и в общем-то эти сверхскорости которые равны сверхостановке они никак нас не выбивают из привыденной и обыденной обычной для нас реальности и в этом смысле конечно философия Тибо которая представлена именно в жесте именно в картине он не философ не мыслитель он не пишет томов о своих работах он философ и мыслитель кийский что ни одно и то же и безусловно это делает его картины с одной стороны сопричастны прекрасному ибо они доставляют эстетическое наслаждение формой с другой стороны они сопричастны возвышенному так как на самом деле посредством этой формы они выходят далеко за ее пределы далеко за ее пределы причем не в смысле просто интерпретации картины с точки зрения ее содержания ну так мы можем проинтерпретировать и Леонардо с точки зрения того что он показывает совершенно невозможный момент совпадения а сверхускорения и сверхзамедления он демонстрирует в своей картине именно сам акт вот этого коллапса ну не знаю как это назвать совпадением или наоборот невозможностью совпадения то есть речь идет о том что он демонстрирует некий смысловой коллапс а не смысл это не то же самое она может быть прочитана как одним так и прямо противоположенным образом именно вот эта точка спайки когда они соединяются как сверхскорость когда мы шоссе не воскреп отождествляем шоссе они похожи и напротив свет статику когда мы шоссе отождествляем с невоскрепом вот здесь возникает мозговой взрыв интеллектуальный коллапс который позволяет читать эти картины возвышенные здесь нет версии интерпретационной которая была типична для живописи так скажем эпохи возрождения или в еще большей степени живописи оболочной там тоже мы можем найти некую неразрешимость но здесь сам смысл это именно в коллапсе этого смысла а это необычно и при этом все предельно эстетично все предельно эстетично предельно красиво эта картина в отличии от тех же самых картин Орхова которые конечно по большинству случаев идут по возвышенному они именно красявы простите за термин они некрасивы они утрированно красивы они демонстрируют красоту глянцевых журналов здесь же это речь идет действительно о своем ни на кого не похожем почерке который демонстрирует эстетическую красоту изображаемого вот в чем уникальность его ему удается совершенно парадоксальным образом сочетать как одно так и другое при этом одно в каком-то смысле является не исключающим другое то есть если вот здесь мы можем либо так либо так читать когда один раз уже прочли сверху то наверно уже разведить не получится а здесь мы можем эстетически воспринять ее в качестве категории прекрасно в эту работу даже если мы уже знаем вот этот смысловой транс который мы заложили и это уникально поэтому ничего великий художник сколько бы про него мало не было написано его обычно упоминают только в группах как одного из первых представителей поп-арта тем не менее художник безусловно великий в общем на этом мы собственно сегодня и остановимся у нас впереди еще две важнейших эстетических категории это реалистическая и фантастическая о которых тоже есть много о чем поговорить если есть какие-то вопросы по сегодняшней лекции то я могу постараться по ним ответить извините а до какой категории относятся иконы? что это прекрасный возвышенный в данном случае достаточно сложный вопрос потому что икона не является произведением искусства то есть если мы ее будем рассматривать с точки зрения произведения искусства то конечно же она находится в категории прекрасного так как есть даже такой концепт как Иконическое произведение – это то, которое совершенно именно в своей форме выражает свою сущность. То есть иконическое произведение – это произведение прекрасное по преимуществу. Но так как иклона является большим, чем произведение искусства, она выходит за разные произведения искусства, то в данном случае мы можем применить к ней процедуру анализа ее как возвышенного. Хотя, конечно же, с точки зрения именно искусства таковой она не является. Она таковой является как в качестве некой прибавочной, как у Макса прибавочная стоимость, в данном случае в качестве прибавочной смысловой стоимости, ввиду вписанности в религиозный дискурс, она является, конечно, возвышенной. Потому что она отсылает к тому, что не представлено. И более того, она отсылает к тому, что на самом деле не имеет образа. Она выражает через образ то, что образа не имеет. Но если анализировать как искусство, то только прекрасное. Причем в чистом виде. Иконическое – это и есть прекрасное. Окей. Ладно тогда, ребята, до следующего раза. Все поняли, как делать презентации? И шлите мне на почту до 19-го года. Потому что мне это в основном не проверить надо. Ладно, тогда в следующий раз. В следующий раз, напоминаю, после лекции будет еще булеских бествий. Кто хочет, мы госпросим. Спасибо.